Ставишь лайк и у тебя вырастет гигантский скипитер императора. Это вместе с ключом практически. И Испорс 2013, который стоит 500 рублей, плюс ключик это 650 рублей в один клик, ну и всякого другого говнеца по чуть-чуть 4 кейса. То есть Оперейшн Авангарда и Оперейшн Феникс у нас еще с вами сегодня имеется, друзья. А поэтому давайте приступать, давайте начнем с говна. Сегодня я хотел бы открыть самые дорогие кейсы, просто на самом деле посмотреть, почему Браво Кейсы настолько дорогими стали. Для меня это явление абсолютно непонятное. Какого хера, как говорится, сцена Браво Кейса так резко подлетела вверх? Неужели оттуда выпадают статтрек АК-47 Огненный Змей? Я не верю, я не верю в это, но все возможно, друзья. Все возможно, поэтому давайте смотреть, давайте смотреть. Первые два Феникса пролетели нам неудачей, здесь нам выпадает 5-7 Урбан Хазард, поэтому идем дальше. Просто двигаемся аккуратненько по чуть-чуть, начинаем открывать и чувствовать удачу. Нет, мы удачу не чувствуем, неужели сегодня пустышку ты дашь мне, Гейб? Ну ладно, по крайней мере, наша задача, ребята, с вами попробовать. Пошли из порции. 650 рублей в один клик, друзья. Вы представляете, 650 рублей в один клик. Сколько колой, сколько пепси можно было купить на эти деньги, черт подери. Можно было спаить кока-колой девушку, например. Или там, я не знаю, чем соком вы спаиваете девушку, или чем вы заманиваете, скажем так, девушку к себе домой. Хрен его знает. В общем, друзья, давайте пробовать. Давайте пробовать, смотреть. Блин, я не знаю, вот мне что-то две зебры выпало, и я что-то прямо штормознул. Потому что какая-то хуйня, ребята, какая-то хуйня нездоровая у нас сегодня происходит. Это мне не очень нравится. Опа, P250 Splash выпадает. Неужели такие дорогие коробочки? И так хреново Гейб к нам относится, елки-палки. Вы представляете, какие бабки влиты, чтобы открыть эти кейсы? Неужели Габен ты такая сучечка? Посмотрите, он даже второй P250 Splash не дал. Ну что ж такое-то, Габен? Я тебя точно в свою игру введу, прошу, Морика. Я тебя точно, тебя будут пиздить все игроки. Елки-палки. Ладно, давайте смотреть, что будет дальше. Давайте смотреть, что будет дальше. Открываем Браво Кейс. Браво Кейс очень дорогой. Очень ценный. Очень вкусный. Очень хороший. И выпадает нам Tempest Sink. Ну хотя бы, ну, Габен, ну ты чё, блин? Ну, Браво Кейсик-то надо ещё. Почему у меня их четыре? Мне должен был ещё один Браво Кейс прийти. Я ещё один закупал. Брайт, вот и нам выпадает. Нет, Мак-10 Грейвен. А, видимо, один Браво Кейс не пришёл, ребята. Видимо, один Браво Кейс к нам не дошёл. Ладно, давайте. Первая фиолочка из Браво выпадает. Видимо, его стоимость вообще никак не связана с тем, что в нём сейчас лежит, ребята, вообще. Посмотрите на это, посмотрите. Это просто пиздец, ребята. Это просто впустую, чёрт побери. Чёрт побери, чёрт меня дери. И, господи, господи, неужели вот так вот всё, ребята? Там, видимо, Кейс. Ну, ладно, ничего страшного. Ребята, я так хотел, дорогие, пооткрывать для вас, чтобы было, блин, сейчас эпичный дроп какой-нибудь нам вылетит, блин. М4-1С флэшбэк нам выпадает. Чтобы было так вот суперклассно, интересно и так далее. А тут, блин, говнеца надавал синьку. Но, а ты ничего с этим не поделаешь, понимаете, друзья? В этом вся проблема. То есть, чё выпало, то выпало. О, сплэш выпадает, ребята. Ещё один минимал вир, минимал вир. У нас есть два минимал вир, ребята, с вами сплэша. И это абсолютная херня, ребята. Это абсолютная херня, потому что мне это не очень нравится, ребята. Это просто... Я бы сказал, ну, это некрасиво со стороны Габена, ребята. Это некрасиво, очень некрасиво. О, у меня ещё есть старый автограф капсулы. Давайте их откроем. Это автограф капсулы игроков Атланта 2017. И они явно ничего не стоят. Подождите-ка. А если они ничего не стоят, у меня должна была быть упаковочка какая-то здесь интересная. Которая, кстати, с Атланта 2017, ребята. Но это всё автограф капсулы, которые абсолютно нам не нужны. Чёрт побери. Да, у меня нету... Нету других, блин. Готсенд. Ну, давайте вскроем, я не знаю. Давайте вскроем SK Gaming и посмотрим, сколько стоит наклеечка этого игрока. Fox Atlanta 2017. И вот здесь вот мы откроем просто рандомный кейс, из которого нам выпадает... Мы не откроем рандомный кейс. Мы не откроем, потому что у меня деньги кончились в Стиме, чёрт побери. Ладно, давайте посмотрим просто, сколько стоит вот эта вот херня, ребята. На самом деле, интересно. Вот я открыл игрока Pimpa, да, например. Например, Атланта 2017 прошла, и я такой сейчас вот начинаю вскрывать эти капсулы. А 20 рублей, блин. 20 рублей, ребята. 20 рублей. Не о чьём. Сюда смотрим. 23 рубля. Ни о чём. Цена вообще, в принципе, ни о чём. Ладно, друзья. Я сегодня подёргал. Я сегодня подёргал. Я сегодня постарался это поделать у Гейба. Ну, у Гейба, как обычно, блин, жопа какая-то полная. Поэтому надеемся на лучшее дальше. И идём на сайт Дрючим Там. Поехали. Ну, что ж, друзья. Сегодня мы попадаем на Elite Case Net, где будем добивать наш с вами баланс, который у меня остался с прошлого выпуска. Кому-то выпадает смертоносная киска. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Давайте начнём с засекреченного. А нет. Сначала не с засекреченного. Сначала я соберу вкусняшечки. Сначала я соберу вкусняшечки. Потом начну с засекреченного. Откроем засекреченное тайное. Также пооткрываем здесь Браво и Спортс. Посмотрим, что будет у нас сегодня за удача. А на самом деле я очень опечален тем фактом, что Steam делает такие слабые, низкие, маленькие рейты на то, чтобы выбить песосочку, ребята. Это очень неприятный момент. Я не понимаю, в чём там политика. То ли там денег не хватает, то ли там ещё. Но, на мой взгляд, если человек вкладывает определённую сумму денег, и она является довольно большой, ну вы хотя бы, блин, дайте человеку там, я не знаю, одну третью окупать всегда от той суммы, которую он вложил. Там такой математики нет, там, блядь. А математика такая... Ты будешь открываться, нет? Ёб твою мать, блядь. Прошу прощения. Вот. Там логика такая, я так понимаю, в Steam. Мы заберём всё, что ты сюда принёс. Как я понимаю, да? И изредка, раз в полгодика, мы дадим тебе что-то интересное. Так, это мне не нужно. Дроп хороший, сразу же в плюс выходим. Это мне не нужно. Это меня не интересует, песоска. Вот. И у меня в последнее время какая-то, ну, какая-то херня с этим, блин, я не понимаю этого. Вот Гейб дал мне нож, да, совсем недавно, там, месяц назад. И чё теперь, я буду следующий нож ждать полгода, что ли? Я не понимаю. Так, надо ещё сейчас бесплатный открыть кейсик. Давайте сейчас ещё пооткрываем бесплатный, посмотрим, может быть, мне там удача будет благоволить. Просто это непонятно, меня это просто добивает, как бы. Но у него интересно всегда в плане того, что если, допустим, выпадает этот ссанный нож, шанс на который 0-0-0-0-0-0-0-0-1, то да, ты получаешь удовольствие. А если, как бы, но чаще всего вот такая херня происходит, кайманчик выбиваем из бесплатного кейса, ребята, это довольно неплохо. Эй, я чё, я продать его нажал, и чё, у меня сумма не изменилась, что ли? Ва-да-фак, чё за глюк? Эй, слышь, чё, блин? Сайт, ты нормально работай? Ребята, чё за подстава, меня сайт решил подставить, чё за херня, блин? Опа, опа, опа! Бля, 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 я переволновался, я переволновался. Вот это я заберу. Новогодний даймонд кейс, разрешит нам сделать кейс. Вот это я заберу, вот эту я заберу писю. Вот эта пися хороша, ребята, 1500 рублей. Уже, уже неплохо пошло, уже неплохо. Так, здесь выдаётся говно. Выдаётся говно, как обычно. Ну так вот, я не понимаю эту политику Valve, я не понимаю политику Steam'а, почему нельзя хотя бы одну третью купать. Ну допустим, я с 8000... Ой, как близко было Аки Хабара. А если я, допустим, с 8000 пришёл, да, на сайт, я такой 8000 вложил, хотя бы дайте мне, ну я не знаю, ну хотя бы на 3000-то драпецкого-то можно было бы накидать, нет? Ну то есть это как-то нормально, вы и так в плюсе на 5К. А, как ни крути. Ну нет, блядь, мы заберём у тебя всё. И от этого начинает бомбить пукан, ребята. Вот здесь вот неплохо везло. Жёстко разрываться песоска, как бы. Посмотрите на это, это же просто жесть какая-то. А, так, 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 так. Кто-то там выбивает тоже вследом за мной, посмотрите письку. А, кто-то выбил тоже вкусненькое что-то. Так, давайте попробуем новогодний голдкейс открыть. Посмотрим, что у нас есть в новогоднем голдкейсе. Я ещё Браво, блин, не вскрыл. Чёрт побери, я же ещё не вскрыл Браво кейс, который хотел бы здесь тоже дёрнуть. Нихрена там на бойцов шанс прокнул, ребята, вы видели? Вы видели, как на бойцов шанс прокнул? Это реально было круто. Вот, поэтому не знаю, ребята, как мы будем ждать от Габена изменений. Видимо, вот сейчас, по-любому сейчас скоро, я уверен. Вот уже, уже практически, буквально ближайший, я не знаю, месяц, может быть, полтора, должен по-любому выйти новый кейс. Тогда пойдёт новая волна. Тогда Габен даст рейты. Даст рейты на первую недельку, скажем так, на аккаунты. А потом снова всё возьмёт и заберёт, ребята. Даже здесь в Браво нихрена не падает, ребята. Ёлки-палки, а? Минус, 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 минус. Чё-то Браво кейс меня не радует, а в Стиме он стоит 700 рублей, тем не менее. И это как-то очень странно. Это как-то очень странно, это как-то очень дорого. Ну, ну давайте попробуем так открыть. Опа! И посмотреть, что нам выпало. А мы дооткрывали его? Да, мы дооткрывали его, 290 рублей. А песосочка выпадает, ребята. Давайте вот сюда ещё раз попробуем. Мне в Даймонте везло, смотрим. Опа! В ленте дропа чё? А в ленте дропа, кстати... А, я же себя не вижу в ленте дропа, господи. 180 рублей, ребята. 600 отдал, 180 получил. Замечательно, блин. Чё-то сегодня вообще не мой день, походу, ребята. И сегодня говно какое-то, блядь. В Стиме вложить 8000 рублей и не получить ничего. Ну, должна быть же и быть справедливость, блядь. А вот и справедливость, блядь. Вот видите, нахуй, блядь, чё у меня за реакция была? Ёбаный насосик. Зайчики мои. Зайчики мои маленькие. Вы видели это, блядь? Должна же быть... Всё, с такой фразой нужно... Всё, я забираю, короче, это всё. Забираю. Это мне не нужно. Я оставляю это на баланс на следующий выпуск. А это я за... Помните, я говорил, должна же быть справед... Всё, я теперь с такой фразой буду открывать кейсы у Габена. Должна же быть справедливость. И сразу же открываю нож. Ребята, точно. Всё, что нужно в жизни, это попросить о справедливости. Понимаете? Просто попросить о справедливости. Сказать, должна же быть справедливость, Габен. Должна же быть. И Габен такой, оба-на. И выдаёт тебе справедливость. Так, здесь у нас... Здесь я не могу. Ну, в общем, я отвечаю на предложение. В Стиме, соответственно. И почему-то у меня нет захватчиков. Что-то у меня не работает. Чё за херня, блин? Почему я не могу ребятам показать, что у меня... Во! Во-во-во. Всё, короче, принимаем сейчас это всё дело. И, соответственно, осматриваем, как говорится, песосочку. Это крафт Драгонлора, ребята. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я скрафтил Драгонлор. И я обязательно его скрафчу, ребята. Чёрт побери, рыцарь, свеженький рыцарь. Минимал вир, немного поношенный для крафт АВП Драгонлора, ребята. Ну чё, будем крафтить Драгонлор, ребята? Если будем, то будем. Если нет, то нет. А в общем, всё зависит от вас. Спасибо вам, друзья. Я безумно рад, что сегодня, оказывается, справедливость восторжествовала. Мы увидимся с вами на новом видео. Желаю вам удачи и больших песосов. Всем пока, до новых встреч. Пяу-пяу-пяу.